Адах из ангелов нашего приета Говорит, вы уж там не считайте меня сумасшедшей Но я видела Богородицу Я очень болела У меня была высокая температура Все такое И в общем-то, как я понял, ждали смерти А пришла Богородица и говорит Не бойся, ты выживешь И она выжила И очень здорово У меня мама видела Богородицу Всю жизнь вспоминала В 96 лет ушла А видела маленькое Года 3, она говорила, или 4 ей было Ее брали отец с матерью косить Ходили на покосы, хлеб убирали И брали ее и сажали там В каком-то местечке Где еда тут оставалась В общем, у нас сидела По-моему, собаку еще вспоминала Собака И вот, говорит, сидела, сидела И зарыдала Где моя мама, где моя мама Вот так стало мне грустно Что-то обидно И вдруг, говорит, в небе Прям вот были облака Вот так разошлись Сделалось как будто окно И Богородица Богородица И она ей таким же, говорит, как мама Мама ее звала Ленусик И вот она, Богородица, ей говорит Ленусик, не волнуйся Сейчас придут Вот И они пришли И вот всю жизнь она Тоже Когда первый раз рассказывал Ты уж Не считай, что я вот так вот Ненормальный Но вот у меня вот такое было И Я, значит Всю жизнь это помню Она, в общем-то, можно так сказать От этого и верующая Как она считает Была, что ее Богородица посетила И всю жизнь, говорит Как только вот какие-то Большие трудности Происходили Я вспоминал этот случай И меня это Успокаивало Помогало То, что святые являются Я слышал неоднократно И сам Неоднократно, как говорится Встречался Вот Наяву я здесь вот Слышал рассказы Вот Вот там Где большие деревья Домик стоит Там жила Валентина Мамонова Она в детстве Николая Чудотворца Видела Говорит Сплю Маленькая девочка Вдруг Меня кто-то будет Вставай Мама умирает Вот Я, говорит Вскочила К маме подбежала А ей Что-то плохо Вот Плохо И, говорит Я побежала К соседям И Соседи пришли Там вызвали Там вызвали врача Ну, маленькая была Там Еще скорых не было Или Кого-то В общем Вызвали В общем Маму спасли И сказали Что если бы ты Не Всполошила всех То Она бы Умерла Но Стали спрашивать А кто Как ты проснулась Да, говорит Дедушка какой-то Какой дедушка Ну, вот Дедушка какой-то Вот Меня разбудил Какой может быть Дедушка И, говорит Потом Я как увидела На иконе И говорю Вот этот дедушка Я уж не помню Как она на иконе Они говорят Ну, так это Святой Николай Чудотворец То есть Вот так Николай Чудотворец Мне Во сне Являлся Серафим Саровский Батюшка Я его За это Очень люблю Очень верю И Реально Значит Осознаю Что Он Святой Что он Помогает И И мне тоже Я тоже Ему молюсь Не буду рассказывать Чтобы Оставить Время Для других Рассказов Потому что Еще один Рассказ Я слышал От Женщины Которая Видела Богородицу И Видела Ее Так Говорит В войну У нас Были Карточки И Вдруг Я То ли Потеряла То ли Вытащили У меня В общем Украли Карточки Жила В деревне А за хлебом Нужно было Ходить С этими Карточками В город И вот Не знаю Что делать Карточек Нет Их можно Было Купить Но денег Тоже Никаких Нет И вот Говорит Я Зареваная Плачу Сколько У нее Детей Двое Литрови А карточки Потеряли Значит Все Значит Смерть Голодная В общем Все жили На эти Карточки У всех Дети У всех Не хватало И Конечно Говорит Никак Мы не могли Ни у кого Никаких Карточек Занятий И денег Тоже И Зареваная Пошла Пошла На всякий Случай В город Думаю Ну Как уж Получится Иду Говорит Тропинка Узенькая В поле Зима Зима И Говорит Вдруг Мне Навстречу Женщина Такая Пожилая Спокойная Такая И Остановила Меня И Говорит Что ты Плачешь Я Говорит Ей Рассказала Вот Все Что Вот Она Говорит Ну Чем Тебе Помочь Она Говорит А чем Вы мне Поможете Мне Деньги Нужны Карточек У вас Точно Нет Она Говорит В общем Она Ей Сказала Несколько Ласковых Слов И Говорит Иди Все Будет Хорошо Я Говорит Как-то Так Успокоилась Хотя Ничего Не Изменилось Ни Карточек Ни Денег Не Прибавилось Но Говорит Пошла Она Сказала Иди Я Говорит Пошла Такая С какой-то Уверенностью Что Да Действительно Все Будет Хорошо Иду Иду Говорит Вдруг Раз Деньга Лежит Я Говорит Ее Подобрала Оглянулась Причем Говорит Сразу Вот Мы Отошли А Поле Оглянулась Никакой Женщины Нет Деньга Лежит Я Говорит У меня Первые Она Наверное Выронила А Никого Нет Я Говорит Пошла Дальше Пять Раз Прям Поперек Говорит Дорожки Лежат Деньги Я Говорит Все Подняла И это Ровно Столько Сколько Вот На Карточке Которой Нужно Было И Говорит Я С тех Пор Акафь Из Богородицы Говорит Когда Последнюю Я Подняла Говорит Я Просто Поняла Это Богородица Была И Я Говорит С тех Пор Все Это Рассказывал Мне Водитель Машины У Которого С бабушкой Так Произошло И Вот Он Говорит Она Всю Жизнь Каждый День Читает Акафь Богородицы Вспоминая Что Все Вот Таким Образом Спаслись И Говорит Я И Вот В Такую Помощь Вот Я Видел Один раз Богородицы Я Уже Неоднократно Рассказывал И В какой-то Степени Наверное Это Предопределило Мое Присутствие В церкви В церкви Уход В церковь Достаточно Глубоко Я Рассказывал Это был Отец Августин Теперь он Епископ Городецкий Тогда он был Отец Анатолий И Попросил Он меня Отвезти В Москву На Встречу С Патриархом С Алексеем Вторым У меня Были Возможности Транспорт Я его Повез Приехали Встреча Оказывается В Кремле Там Служба И Мы Подошли К этим Воротам Кутавья Что ли Башня Забыл Как Вот Эта Белая Башня Где Вход Мимо Кремлевского Дворца И Вдруг Он мне Говорит Когда мы Прям подошли Ко входу Вот уже Нужно Входить И Вдруг Он мне Говорит А сюда Только По Пригласительным А у меня Только Один Билет Я Говорю Как А я Ну Вот Извини Только Один Ты уж Прости Мне Некогда Повернулся И Пошел Я Стою Такой В Недоумении Что А что А как А я Тут Что И В такой Растень И Поворачивая Стоит Невысокая Женщина Вот Такая Светленькая Такая Значит Простенькая И Говорит Вам Нужен Билет На Службу Я Говорю Да Она Говорит Вот Вам Билет Я Взял Билет А я Так Понимаю Что он Бежит Поэтому Вот Сейчас Этому Там Такая Вверх Идущий Переход От Башни Через Александровский Сад Я Взял Билет Чтобы Крикнуть Ему Что Подожди Меня Вот Смотрю Смотрю Нет Вижу Что далеко Уже Не это И у меня В голову Пришло Надо же Денежек Ей дать А у меня Ну так Были Деньги Поворачиваясь Никакой Бабушки Никакой Женщины Вот И Видно Что Она Не могла Уйти Там же Большая Площадка Ты стоишь Сверху Ни в какую Сторону В общем Уйти Не замечено Так быстро Нельзя Было Я Оглядел Всю Округу Нет И все Я так Удивился Конечно Вот Ну пошел На службу Отец Анатолий В Алтаре Служил Там С патриархом Действительно Что-то Они там Разговаривали Он Правда Хороший Был Священник Я так Надеюсь Что сейчас Хороший Епископ Вот И Поэтому Служба Была Тоже Так Немножечко Странная Я Тоже Уже Рассказывал Что там Ну в общем Ладно Не буду Про службу Самое главное Другое Что я стоял И так Понимаю Что так Хочу Причаститься А мы Реально То есть Я думал Что мы Я пойду На причастие Раз Батюшка идет Служба будет Я все Сделал То есть Отпостился Приготовился И так далее Начал Смотреть А там Никто Не исповедает То есть Все Оказывается Вечернюю Где-то В другом Храме Служили Кто Должен Причащаться А здесь Только Служба И она Какая-то Такая Была Специальная Праздничная Что-то Там Такое Было И В общем Не исповедали И я Стою И думаю Ну Что же Прости меня Господи Как будет Так и Будет Пойду Я все равно Причащусь И я В очередь Встал Кстати Сейчас Совершенно Нормально Сейчас Оказывается Во многих Местах Таким Образом Могут Причастить И Все Это В общем-то Нормально Вот Я встал Причастился Отошел А мне Так Хорошо Я Прямо Так Вот Взлетел Немножечко Я Три Раза В жизни Я так Взлетал И От Благодати Которая Была В это Время В храме И Закончил Служба Я его Жду У храма Он Вышел Через Боковую Дверь И мы Идем Он Мне Рассказывает Как он Пообщался А там Что-то Об образовании Говорили Говорили Там В общем Ему Понравилось И все Это Общение А я Иду Лечу Вот так Прямо Над Тротуарчиком Он у меня Поворачивается Ты Че Такой Радостный Я Говорю Да я Причастился Как Причастился Ты же Не Исповедался Я говорю Нет Подошел И причастился И говорю Мне так Хорошо Нет Ну так Нельзя Так Нельзя Но Я Понял Что это Была Богородица И таким Образом Она Меня Благословила На причастие И я Могу Сказать Что это Процентов На 70 Определило Мое Дальнейшее Движение В церкви Потому что Когда Стало В какие-то Моменты Очень Плохо И В общем-то Решалось Куда же Дальше И что же Дальше И отец Наум Предложил Рукополагаться Точнее Предложил Патриарх Что Иди В священники А отец Наум Поддержал Говорит Давай Но Это Случай У меня Очень Запомнился И Он Всегда Меня Спасает То есть Я знаю Что Богородица Батюшка Серафим Отец Сергий Очень Люблю Сергия Родонежского Матронушка Матронушка Так мне Близко Все Они Исайя Ну и Многие Другие Святые Которых Я люблю Они Все Реально Здесь Они Все Реально О Нас Пекутся Заботятся Поэтому Дорогая Моя Не только Осуждать Будем Или считать Тебя Ненормальной За то Что ты Видела Богородицу Ну точно Будем Тебя Считать Среди Наших Среди Ангельского Чина Поскольку Раз уж Сама Богородица Посетила Значит Есть На тебе Избранность Есть На тебе Особая Как там Говорит Поцеловала Богородица В лобик Или Ну в общем Есть какие Такие поговорки Так что Дорогие Друзья Не смущайтесь Приходят Слава тебе Господи Значит Вы на правильном Пути Значит Они Заботятся О вас Значит Знают Что вы Свой И вам Нужно Помогать Помоги Вам Господи Здоровья Всем Радости Аминь